Побег из тюрьмы для большинства заключенных заканчивается лишь увеличением срока их наказания. Но для человека, о котором пойдет сегодня речь, целых четыре попытки побега были успешными, а методы, которые он использовал, были настолько хитроумными, что граничат с фантастикой. Да, четыре побега из тюрьмы между 1936 и 1947 годами, каждый из которых был все изобретательнее предыдущего. Йоси Исиратори родился в регионе Тахоку в Японии в 1907 году, ближе к концу эпохи Мэйди. Это был период в истории Японии, который принес с собой ряд крупных политических, экономических и социальных изменений. Япония была страной, разрывающейся между тягой к современности и стабильностью традиций. Но одна вещь оставалась неизменной – правовая система. Приговоры к тюремному заключению были длительными, а тюрьмы были жестоким местом, которое преступники пытались избегать любой ценой. Сначала Исиратори неплохо справлялся с этим. Он жил простой жизнью, работая в магазине. Позже он стал ловцом крабов, но, как и многие, он мечтал о лучшей жизни. Проблема заключалась в том, что без хорошего образования у него было очень мало возможностей пробиться в верхушку общества. В конце концов, он почувствовал тягу к азартным играм и мелким преступлениям, и его жизнь превратилась в огромный нарастающий компроблем. Как следствие, Сиратори обвинили в убийстве. Он до последнего стоял на том, что невиновен, аргументируя якобы тем, что его подставила банда местных преступников, и утверждая, что признание, которое он сделал ранее, было принудительным. Но, несмотря на все это, его признали виновным и отправили в тюрьму Амори до вынесения приговора. А сейчас перейдем к годным советам. Есть такой сайт, Лол Стим, где вы можете безопасно купить аккаунты с играми, паблик в Инстаграме или ВК и многое другое. Или же наоборот, если у вас, например, лежит Стим-аккаунт, которым вы не пользуетесь, то можете его продать на Лол Стиме. Или, возможно, вы неплохо раскрутили ТикТок, и этот аккаунт вам не нужен. В общем, лишними эти деньги точно не будут. Лол Стим — это маркетплейс и форум, где огромное количество полезной информации и, самое главное, что вы можете не переживать за подобные сделки. До 1000 рублей покупайте аккаунт на Стиме с годными играми, и вам сразу же предоставят логин и пароль. Все аккаунты реальны и проверяются. Ссылку на Лол Стим оставим в описании. Покупайте игры с умом и грамотно экономьте. Сератори грозила казнь за преступление, которое, по его словам, он не совершал. Вот только чувак был не из тех, кто сидит сложа руки, просто понимая свою горькую судьбу. По прибытию в тюрьму он сразу же выискивал любую возможность сбежать. Так получилось, что ему не пришлось долго ждать. Распорядок дня Сератори в основном состоял из подсчета трещин на потолке и избегания избиений со стороны тюремных охранников. Но больше всего заключенные любили ходить в ванную. По факту им просто давали ведро с водой, но именно этот атрибут помог Сератори приблизиться к свободе. Он заметил короткую металлическую проволоку на ручке ведра и позже использовал ее как отмычку. И поскольку он уже несколько месяцев изучал все смены и передвижения охранников, он точно знал, когда наступит идеальный момент побега. План сработал идеально, но вот только свобода продлилась недолго. Уже через три дня Сератори поймали при попытке ограбления местной больницы. И на этот раз отправили в тюрьму Акито. Теперь вместо казни его усадили за решетку на пожизненное, преждевременно убедившись, что в камере нет замков. Но Сератори это не остановило. На потолке его камеры было установлено окно, которое вело к крыше. С точки зрения планирования тюрьмы, это может показаться некоторой архитектурной оплошностью. Хотя, с другой стороны, достичь именно этого окна практически невозможно. Мало того, что потолки были чрезвычайно высокими и окно было надежно закрыто, так еще и стены камеры были идеально гладкими, поэтому вскарабкаться по ним не получилось бы. Но Сератори все эти препятствия оказались детскими страшилками. Как только он убедился, что за ним никто не наблюдает, он вылез к окну, чтобы рассмотреть его поближе. К своему счастью, он обнаружил, что винты, удерживающие решетки на нем, заржавели. Тем не менее, ему потребовалось несколько недель, чтобы понемногу расшатать решетку. В конце концов, он смог снять рамку и, отбыв всего три месяца своего пожизненного заключения, Сератори сбежал на свободу. И на этот раз у него был план, который, как он надеялся, предотвратит его возвращение в тюрьму. Беглец едва успел почувствовать вкус спокойной жизни, как снова оказался во власти японской правовой системы. Неудивительно, что в этот момент Сератори начал немного раздражать власти. На этот раз они решили, что успокоить бегуна сможет только тюрьма Абасири. Рыбацкая деревня Абасири оставалась относительно неизменной в течение сотен лет до прибытия правительственного императора Мэйди в конце 19 века. Император был поражен дикой природой и большими ледяными озерами, окружавшими местность. И быстро понял, что эта деревня станет идеальным местом для тюрьмы, из которой невозможно выбраться. Тюрьма была построена заключенными, которых буквально заставляли создавать те самые камеры, в которых они затем прожили остаток своей жизни. По мере формирования тюрьмы многие заключенные умирали от истощения и недоедания. А на некоторых даже нападали медведи и волки, обитавшие неподалеку. Любой, кто был пойман при попытке сбежать, был обезглавлен на месте. Абасири была возведена для боли и страданий. Она стала называться самым жестоким местом Японии. Чтобы сохранить свою репутацию до прибытия Сератори, были приняты дополнительные меры. Его руки и ноги были связаны железными наручниками, которые были сконструированы без замочной скважины и могли быть сняты только кузнецом. И на этот раз в его камере не было окна в крыше, а это означало, что его единственный взгляд на внешний мир за пределами своих четырех стен был возможен только когда его еда проталкивалась через люк в двери его камеры. Каждый день заключенным приносили японский суп мисосиру. Но вместо того, чтобы насладиться редким приемом горячей пищи, Сератори жертвовал своей сытостью, потому что знал один маленький, но важный факт. Соленая жидкость хорошо портит железо, а суп, которым их кормили, был очень соленым. В течение шести месяцев Сератори поливал супом свои наручники и раму, держащую люк для еды. Как и ожидалось, медленно, но уверенно железо начало ржаветь. Когда он в конце концов смог освободиться от своих оков и вынул окошко для еды из рамы в двери, возникла новая проблема. Даже со снятой рамой люк для кормления был слишком мал, чтобы служить выходом. По крайней мере, так думали охранники и планировщики тюрьмы. Как и казалось, у Сератори было еще одно скрытое умение. Он умел выворачивать плечи без какого-либо вреда для себя. Ну а дальше вы поняли, он стал первым и единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы Абасири. Что довольно примечательно, учитывая, что она действует уже более 130 лет. Но на этот раз побег привел к ужасным последствиям. Тюрьма расположена в одном из самых холодных регионов Японии. У Сератори не было выбора, и он отправился жить в горы. Там он нашел пещеру, где остался жить некоторое время, охотясь за едой. Но после двух лет одиночества в пустыне для Сератори настало время вернуться в общество. Нехватка еды давала о себе знать, и когда он нашел поле с помидорами, начал поглощать их как дикарь. Вот только хозяину поля такая выходка не понравилась, и возник конфликт, в результате которого фермер был убит. Сератори был снова арестован, и на этот раз ему был вынесен приговор, от которого у него не было шансов спастись. Смертный приговор. Его отправили в тюрьму Сапоро. Сератори выделили специально сконструированную камеру и приставили к нему шесть охранников, единственной целью которых было следить за тем, чтобы заключенный не улизнул. Сератори полностью изменился, а его энтузиазм угас. Понимание того, что теперь ему уже никак не избежать наказания, ввело его в глубокую депрессию. Он начал проводить большую часть своего времени в постели. Охранники отметили, что в тех редких случаях, когда он действительно вставал, он бродил по своей камере, пялись в потолок, будто пытаясь продумать новый план побега. Но теперь тюремщики извлекли уроки из своих ошибок. Не было окна в крыше, из которого можно было бы выбраться. Не было замков, которые можно было бы взломать. И не было ниш для еды, через которые можно было бы протиснуться. Но вот только есть одно но. Каждое действие, проделанное Сератори с момента прибытия в тюрьму, по типу тупить в потолок, расхаживая по своей камере, валяться в постели, как будто ты потерял всякую надежду, было тщательно продумано, чтобы отвлечь внимание надзирателей от его настоящего плана. Каждую ночь, когда в тюрьме царила темнота, Сератори тайно копал под своей кроватью старый добрый туннель. Под одеяло он подкладывал свои вещи, чтобы казалось, будто он все еще в постели. Тогда как на самом деле копал свой путь к свободе. Использовал он для этого ложку для все того же супа Мисосиру. После побега Сератори прожил год в бегах. Теперь, когда ему было за 40, он пришел к выводу, что устал бегать, устал постоянно переживать, что за ним следят, устал притворяться кем-то, кем он не был. Что-то нужно было менять. И когда Сератори словил себя на этой мысли, он понял, что находился возле полицейского участка. Преступник не волновался от слова совсем и даже завязал разговор с полицейским. Офицер, не обращая внимания на тот факт, что разговаривает с самым разыскиваемым преступником Японии, предложил Сератори сигарету. Сейчас это обычное дело, но в послевоенной Японии сигареты были на вес золота. Сератори был потрясен этим жестом, ведь впервые за многие годы к нему проявили человеческое отношение. Он был так тронут, что сразу признался во всем полицейскому. Рассказал ему подробности своего незаконного осуждения и того, как он годами подвергался насилию со стороны тюремных охранников. Он объяснил детали своих многочисленных побегов и своей долгой борьбы за то, чтобы очистить свое имя от приписываемых ему убийств. Офицер внимательно слушал невероятную историю Сератори. На его лице читалось сострадание. Конечно, его все же пришлось арестовать. Но, к счастью для Сератори, судебная система Японии значительно изменилась с момента его первого осуждения. Его смертный приговор был отменен на том основании, что убийство фермера было совершено в целях самообороны. Конечно, он все еще оставался преступником и вскоре вернулся за решетку на пятый срок. На этот раз в тюрьме Токио он отсидит 14 лет из своего 20-летнего заключения, прежде чем будет освобожден за хорошее поведение. После освобождения он вернулся домой к своему единственному оставшемуся в живых члену семьи, к своей дочери. Он умер от сердечного приступа в возрасте 71 года. Его история увековечена в романах, фильмах и комиксах, а сегодня в печально известной тюрьме Абасири есть даже памятник главному антигерою Японии. Спасибо за просмотр. Если тебе понравился выпуск, то ставь лайк под это видео и не забудь посмотреть наши другие видосы.